Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 10-й том, вопрос 2378. «Объясните, пожалуйста, зачем в конце книг «Исходы» или «Вид» описано с мельчайшими подробностями устроение жертвенника, одежды священников, как правильно приносить жертвы и прочее?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В первую очередь, для совершителей таинств это необходимо, чтобы не было чего-либо из ритуала языческого, когда они еще имели навык от прошлого из Египта и нового от открестных народов. Но в каждой детали скрыт был таинственный смысл, указывающий на пришествие Христа, о чем так подробно рассказывает апостол Павел в послании к евреям. Евреям 6 глава 19 стих. «Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу». Евреям 10.1. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенным приходящих с ними». Если так скрупулезно описаны и размерены вещества, необходимые для служения Иегове, то ясно, что их мог точно так же приготовить и человек не из колена Левиина, не посвященный. Тогда в конце всех этих разъяснений и была поставлена табличка с черепами и костями. «Не трогай, не прикасайся, умрешь». Исход 30 глава 22 по 34 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, с миры самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливка мугин, и сделай из его мира для священного помазания, масть составную искусством составлющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрание и ковчег скиния откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник под ножи его, и освети их. И будет святыня великая. Все, прикасающиеся к ним, осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте сами себе подобного ему. Оно святыня, святыню должно быть для вас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакни, ониха, халвана, душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством, составляющего масти курительный состав. Стёртый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скине и собрании, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святыню да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа-то истребится из народа своего. Это непрееходимый барьер для сектантов, самозвано в освящающих претензии на обладание благодатью освящающей, чего им без истинного рукоположения, непрерывного от апостолов, не достичь. И они так и будут сынами Дафана, Аверона и Корея, что мы читаем в числах 16 глава. Стих. 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 Стих.